Доллар это мировая валюта. Вопрос, как грамотно с ней обращаться, это вопрос нашему правительству и, возможно, к нашим депутатам. Как сделать так, чтобы не американцы на ней зарабатывали, а мы? Хозяйственные товары, все это после Нового года реально даже выросло в цене. Мне так жалко наш рубль. Его бедного уже как только со всех сторон не мочили, как только его вообще не унижали, не опускали, не поднимали. Дорога у рубля далеко вниз. То есть ни 80, ни 90, ни 100, ни 150 рублей вообще не предел. Хорошо известно, что падение российского рубля создало прекрасные возможности для нашего бизнеса. При смене экономической политики рубль заметно поднимется. Высокий уровень жизни США поддерживается за счет выкидывания этого доллара вне своих границ. Ну, у нас есть земля, у нас есть люди, будем работать на земле. Лишь бы не было войны. Все остальное наплевать, растереть, забыть. Рано или поздно мир этим долларом наполнится настолько, что принимать его уже не сможем. Поэтому никакого кризиса нет в головах. Наши люди любят прибедняться. Ну, вы знаете, даже в такие времена надо прежде всего не потерять себя. Ну, белый хлеб есть с маслом, и это очень хорошо. Хочется пожелать нашему дорогому, любимому рублю, чтобы все у него было хорошо, и чтобы он был уже стабильным.